Нужно ли нам свое время и на какой эффект можно рассчитывать после увеличения пенсионного возраста? Выяснили депутаты Государственного Совета. Внеочередную сессию посвятили этим двум темам. Один час по Москве и два часа по местному времени. Примерно так будет выглядеть современная хронология в Чувашии. Если, конечно, решение о переходе в другую часовую зону будет принято. Комитет Госсовета собрал мнения и отзывы различных респондентов, представителей общественности, промышленности, бюджетной сферы здравоохранения, органов власти. Ответили 15 депутатов Государственного Совета за перевод пятеро, против восемь, двое не определились. Администрации муниципальных образований ответили 16 за перевод два муниципальных образования, против 13, один не определился. Медицинские организации, самые крупные мы взяли ответы, дали они 11 ответов, две организации за, против девять. Организации и предприятия Чувашской республики тоже крупные ответили 21 предприятия и организации за, против 17. Министр труда и социальной политики Чуваший Сергей Дмитриев привел несколько исторических фактов. Впервые на летнее время перешли еще в 1917 году в Советской России. Эта практика существовала 7 лет. Затем к вопросу вернулись в 1991 году уже в Новой России. И с тех пор тема исчисления времени поднимается регулярно. От себя добавим, в 1980-х годах Чувашия пыталась перейти на местное время плюс один час к московскому. Но быстро отказалась от этого. Сегодня те, кто предлагает переход в другую часовую зону, в которой, кстати, находится Ульяновск, мотивируют это тем, что пропадает один час светлого времени суток. Впрочем, и противников идеи тоже достаточно. Пока же депутаты приняли к сведению информацию о применении федерального закона, об исчислении времени и решили продолжить обсуждение. А вот проект о внесении изменений в федеральное пенсионное законодательство в части увеличения пенсионного возраста, госсовет Чуваший поддержал. Изменения в пенсионном законодательстве неизбежны. Это не чья-то прихоть. Основная цель увеличения возраста выхода на пенсию – это, прежде всего, увеличение размера пенсии. Увеличение размера пенсии должно быть выше, чем процент инфляции. Сейчас, если мы в последние годы планируем процент инфляции в пределах 4, значит, законопроектом предполагается увеличение, ежегодное увеличение пенсии больше, чем на 7-8%. Против повышения пенсионного возраста высказались руководители фракции госсовет, объяснив свое решение не голосовать за изменения законодательства, рядом причин и предложив свои варианты решения проблемы. Мы внимательно изучили тот проект, который был направлен, и не увидели в нем абсолютно никаких четких объяснений, почему это нужно сделать именно сейчас. То есть буквально два года назад, буквально на последних выборах, которые прошли даже в марте буквально президентский, такой вопрос не поднимался, и он актуальным не был. Откуда сейчас такая скорость, откуда сейчас именно такая нужда быстро принимать это решение, тут непонятно. Кроме того, в данном законопроекте нет ни слова о каком-то повышении пенсий в результате повышения пенсионного возраста, нет ни слова о гарантиях трудоустройства престарелых лиц или, наоборот, молодежи, которая может остаться без работы. Нет никакой информации о том, как будет проходить переквалификация. Пенсия должна быть достойна в нашей стране. Наша страна – лидер в наличии природных богатств. И есть три простых момента, как это сделать. Первое – это ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Государство сразу соберет достаточно средств для того, чтобы оставить пенсионный возраст на том же месте. Второй момент. У нас регрессивная шкала сбора отчислений в пенсионный фонд. Это тоже надо восстановить социальную справедливость. Иначе получается, с больших у нас зарплат, с гигантских зарплат платят в процентном отношении по факту меньше, нежели простой работник, получающий 10 тысяч рублей. Ну и третье – нужно навести порядок в использовании государственных наших народных природных недр. Представитель «Справедливой России» был менее категоричен, однако и он предлагаемые изменения не поддержал. Если это уже на самом деле, ну, партии власти, правительством уже задумано, если будет это все, ну, хотя бы людей подготавливайте, делайте плавные переходы, плавные, чтобы люди были к этому готовы. Понятно, что у нас провал, это, провал в кадрах, у нас уже предприниматели, и мы не можем платить пенсии, да, ну, так получилось, да. Я думаю, что надо было просто это делать плавно и людей готовить постепенно. Большинством голосов Госсовет Чувашия все-таки поддержал проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам начисления и выплаты пенсий, в части повышения нормативного пенсионного возраста.